Друзья, всем привет и здрасте, с вами я, Эдскрайбер. Сегодня у нас сравнение двух самых, наверное, интересных телефонов сейчас на рынке. В предыдущем ролике вы меня просто хейтили, как ты мог сравнить Mi 9 SE с Redmi Note 7. Это же совсем разные телефоны, ну и так далее. Но, друзья, в Mi 9 SE было всё то, чего мне не хватало в Redmi Note 7, поэтому я решил сравнить два этих телефона. В общем, друзья, сегодня совсем другая история. Против Redmi Note 7 будет биться Asus Zenfone Max Pro M2. Я скажу так, что это, наверное, самый правильный, самый актуальный, самый, наверное, лучший конкурент Redmi Note 7. То есть, вот лучший телефона для конкуренции этому телефону просто-напросто не найти. Redmi Note 7 и Asus Zenfone Max Pro M2. Давайте перейдём к сравнению. И первый момент, это комплектация. В Asus Zenfone Max Pro M2. Телефон, шнур, адаптер, скрепка, мануальчик. Redmi Note 7. Телефон, шнур, адаптер, скрепка, мануальчик. Плюс чехол. Да, и, конечно, здесь комплектация гораздо лучше за счёт чехла. Бесплатный чехол, силиконовый дешёвый. Есть в комплекте, это здорово. Поэтому первый плюс достается Redmi Note 7. А второй показатель, это время работы батареи. Я установил время на 45 минут. По окончании этого времени мы посмотрим, насколько разрядились оба наших телефона. Заряжены они сейчас на данный момент на 100%. Яркость экрана выкручена на полную. И мы будем прогонять тесты Antutu, смотреть видео, другие тесты проводить. И в итоге, через 45 минут мы посмотрим, насколько они сели. А пока давайте сравним железо. Это тоже актуальный вопрос. Asus Zenfone Max Pro M2 660 Snapdragon. Плюс видеоускоритель Adreno 512 и 4 гигабайта памяти типа LPDDR4X. А процессор построен по 14-мм техпроцессору. Redmi Note 7 по сути всё то же самое. 660 Snapdragon, видеоускоритель Adreno 512 и те же самые 4 гигабайта LPDDR4X. Но в Antutu, смотрите, приблизительно выбивает Asus Zenfone Max Pro M2 129 732, а Redmi Note 7 140 979. Да, хотя Redmi выиграл в Antutu, но в целом и там и там железо по сути одинаковое. Все показатели одинаковые. Плюс-минус телефоны по-разному показывают тесты в Antutu. Отмечу, что Asus Zenfone Max Pro M2 очень нагружен на данный момент. То есть он в работе уже полгода, а Redmi Note 7 ко мне подошёл только-только. Показатель одинаковый и плюс, и в ту, и в другую сторону. А пока мы продолжаем, друзья. Обязательно поощряю вас подписываться на телеграм-канал. Есть ссылочки все в описании. Там вы найдёте скидки как раз на Redmi Note 7, купоны и так далее. Когда вы можете урвать его за очень-очень вкусный ценник, не пропустите эту возможность. По экрану. В одном и в другом случае это IPS-матрица 6,3 дюйма. У Asus Zenfone Max Pro M2 небольшой вырез сверху, у Redmi Note 7 капелька сверху. По сути это два абсолютно равных экрана. За время работы тестируя два этих телефона, я не заметил особой разницы в двух этих экранах. Разве что Redmi Note 7 немножечко будет поярче. И при ярком солнце, и на минимальном освещении эти экраны ведут себя абсолютно одинаково. Поэтому разницы между ними я особо не почувствовал. Углы обзора, контрастность экрана, цветопередачи и всё-всё остальное. Говорит о том, что это абсолютно два одинаковых экрана. Поэтому плюс здесь опять достается и Asus Zenfone Max Pro M2 и Redmi Note 7. Следующий момент это звук. Звук у этих телефонов неплохой. У Asus Zenfone Max Pro M2 они немножко прокачали. То есть по сравнению с M1 звук стал намного лучше. Но если сравнивать два этих телефона, то Redmi Note 7 по звучанию, конечно, звучит гораздо лучше. Его динамик, хотя он один, никогда не срывается на хрипы. У Asus Zenfone Max Pro M2 иногда проскальзывают хрипы небольшие, совсем небольшие. Но и видно, что по качеству звука Redmi Note 7 гораздо-гораздо лучше. А давайте сейчас послушаем отрывок музыки, записанный непосредственно на камеру. Да, и здесь однозначный плюс доистается Redmi Note 7. Следующий показатель шестой. Это сканер отпечатков пальцев и скорость срабатывания. В Redmi Note 7, как вы все знаете уже, скорость распознавания пальца очень быстрая. То есть срабатывает мгновенно. Никаких лагов, подтормаживаний, каких-то лишних касаний не нужно делать. Прикоснулся и все. И по сути у тебя экран сразу же разблокировался. Это очень удобно, очень быстро. Здесь действительно к компании Xiaomi зачет. Но у Asus Zenfone Max Pro M2 дела обстоят не хуже. Потому что он тоже очень хорошо разблокирует. Но отмечу, что чуть-чуть он делает это медленнее. Совсем-совсем чуть-чуть. Поэтому мне кажется, здесь тоже оба этих сканера отпечатков пальцев одинаковые. И у Asus и у Redmi. Поэтому плюс достается одному и второму телефону. Поощряю вас подписываться на этот канал. Ставить лайк этому видео. Делитесь, друзья, этим видео в соцсетях, в мессенджерах, в сообщениях. Все это поможет в продвижении этого канала. Не забывайте про колокольчик, чтобы вовремя видеть новые видео на этом канале. Всем хорошего настроения. Мы продолжаем. Дизайн. Это очень субъективная штука. Поэтому каждый оценивает по-своему. Кому-то нравится, допустим, стекло. Кому-то пластик. Кому-то вообще все равно на это. Кому-то нравятся именно очень красивые такие дизайнерские, изысканные телефоны. Два этих телефона, я скажу, по дизайну, они достойны друг друга. Отмечу, что у Redmi Note 7 капелька. И сама борода снизу, она немножечко меньше, чем у у Asus Zenfone Max Pro M2. Но если взять их обратную сторону, то оба эти телефона выглядят очень красиво и достойно. У Asus Zenfone тоже переливающаяся задняя крышка. У Redmi Note 7 тоже. И тот телефон выглядит очень красиво, стильно. И не скажешь, что это какой-то телефон 2017 года. То есть выглядит зачетно. Единственное, кто-то может пожаловаться, что у Asus Zenfone Max Pro M2 крышка пластиковая, а у Redmi Note 7 стеклянная. Но мы все, друзья, носим эти телефоны, как правило, в чехле. Поэтому разницы здесь нет никакой. Если прозрачный силиконовый чехол, то и там, и там вы видите красивую и приятную картинку. Здесь, в общем, плюсы достаются и Asus и Redmi. Далее модули связи. В Asus LTE есть во всех бендах. То есть все работает отлично. Wi-Fi только на 2,4 Гц. За 5 Гц раздачи приема нет у этого телефона. У Redmi Note 7 тоже с LTE никаких проблем. Но Wi-Fi уже на 5 Гц. Но все-таки у Asus Zenfone Max Pro M2 есть NFC. А в Redmi Note 7 NFC нет. И, конечно, функция NFC, как по мне, она гораздо важнее. Потому что Wi-Fi, так или иначе, для телефона 5 Гц может быть и не очень важен. Потому что потокового видео хватает и на этой раздаче. То есть можно смотреть, можно играть в игры. И проблем вы никаких не будете обнаруживать. Но вот NFC очень удобная штука для телефона. Поэтому здесь достается однозначный плюс Asus. Девятый. Это порты. В Asus microUSB. Зарядка есть на 5 Вольт, 2 Ампера. И тройной лоток. То есть можно установить 2 наносимки плюс microSD. В Redmi Note 7 порт уже USB Type-C. И это великолепно. Тоже идет стандартная зарядка 5 Вольт, 2 Ампера. И лоток комбинированный двойной. То есть либо 2 наносимки, либо наносимка плюс microSD. Здесь я долго думал, кому дать плюс. Но, скорее всего, Redmi Note 7. Потому что USB Type-C все-таки новый порт. Он гораздо удобнее. Он более эргономичный. В общем, здесь достается плюс Redmi Note 7. Фото возможностей этих телефонов. Берем тестер для линз и смотрим на 2 фотографии. Вот приблизительно таким образом выглядит картинка. Видите, что Redmi немного краснее, Asus немного зеленее. Приближаем тестер для линз. И обратите внимание, что мы видим. Значит, первый, второй, третий ряды видны хорошо. И четвертый ряд здесь на Asus тоже виден. Пятый, понятно, ни в том, ни в том случае не видно. У Asus более контрастная картинка. У Redmi менее контрастная картинка. Но давайте спустимся вниз и посмотрим сюда. Обратите внимание, здесь четвертого ряда не видно. Он замылен. А у Redmi очень хорошо видно. Далее спускаемся, чтобы проверить, может быть, что-то не так. Нет, здесь опять замылен четвертый ряд. У Redmi ряд не замылен. Итак, к краю линзы мы видим, что у Asus и у Redmi ситуация почти что не меняется. То есть все, в принципе, нормально. В пределах допустимого та и другая линза. То есть линзы очень хорошие. Но у Asus здесь появляются небольшие шумы. У Redmi пока этих шумов нет. Следующая фотография на цветокоррекцию. Обратите внимание, здесь у Redmi почему-то поплыл, совсем поплыл фокус. То есть он вообще как-то в фокус не попал. И, ну, две эти фотографии, да, если сравнить, то видно, что у Asus здесь все в порядке. Но как он не мог попасть, здесь же просто столб. То есть дальше фокус не мог никуда улететь. Мы смотрим просто на цветопередачу. У Asus вот такая цветопередача. У Redmi, как уже принято, заведено, цвета более яркие, более такие насыщенные. Хорошо это или плохо, это, друзья, решать вам. Потому что это очень индивидуальный вопрос. Я просто сравниваю именно по цветам. Следующую фотографию смотрим опять по цветопередаче в Asus Zenfone Max Pro M2 и Redmi Note 7. У Redmi Note 7 здесь тоже немножечко замылено получилось. Не знаю, почему у Asus здесь все в порядке. То есть смотрите, тестируя фотографии, можно увидеть, что где-то Asus лучше, где-то Redmi лучше. В данном случае Asus просто, ну, гораздо сделал лучше фотографию. То есть здесь как-то фокус прогулялся совсем в другую сторону. Но и по цветопередаче, по сути, они где-то плюс-минус одинаковые. Следующая фотография по привычке уже при отсутствии освещения. Asus здесь полностью сливает, да. Хотя у него качество лучше, здесь что-то видно, какие-то детальки. Но в целом, да, непонятно вообще, что здесь. У Redmi хотя бы что-то видно, да. Все в шумах, но если вы делаете снимок в темноте, то у Redmi справится гораздо лучше. Да, и подводя итоги, рассматривая все эти фотографии, я не скажу, что Asus прям гораздо хуже снимает. Asus и Redmi снимают приблизительно одинаково. Поэтому здесь и тому, и другому телефону достается плюс. Одиннадцатый момент – это видео возможности этих телефонов. Давайте посмотрим примеры. Проверяем Asus. Asus Zenfone Max Pro M2. Full HD качестве мы записываем. Звук непосредственно пишем тоже на сам телефон. Обратите внимание на стабилизацию. У Asus с этим были проблемы, да. Стабилизации вообще не было. Но сейчас прошивочки регулярно на M2 приходят стабильненько. Вот я скачал сегодня только последнюю прошивку. И обратите внимание на стабилизацию. То есть сейчас потрясаю, да. Ее сюда добавили. Здесь ее не было. Я помню, я это тестировал. И это классно. Пишем видео сейчас на Redmi Note 7. В Full HD качестве. Звук пишем тоже прямо на телефон. Чтобы вы могли посмотреть, проверить и оценить. Я тоже сейчас делаю небольшие подрагивания. У Redmi, да. Ну и в принципе у Xiaomi всегда была стабилизация. И вообще все окей. И здесь, друзья, тоже все отлично. Но Asus, обратите внимание, над этим поработали. Вот в видео возможностях Redmi Note 7 проявил себя гораздо лучше. Все-таки более хорошая стабилизация. А для видео даже не больше качества, наверное, нужно. Хотя качество в обоих случаях неплохое. Но вот именно стабилизация, она играет большую роль, как по мне. Поэтому здесь плюс достается Redmi Note 7. Двенадцатый показатель. Это фронтальная камера. Давайте посмотрим примеры фото и видео на фронтальную камеру. Вначале не увеличиваем. Давайте снимка. Обратим внимание. Просто вот цветопередача. Здесь у Redmi, наоборот, более зеленая. У Asus более красная. Здесь немножко прыгает баланс белого в разные стороны. Увеличиваем. Мы видим, что, в принципе, у Asus лучше детализация. У Redmi она чуть-чуть совсем хуже. Да, смотрим на волосы, на другие детали. А далее фронталочка. Тоже пишем в Full HD качестве. Обратите внимание на стабилизацию. Потому что в Asus изначально стабилизация была. И это очень классная фишка. Вот. Ну и сейчас ее, наверное, немножко подобновили. Вот немножко сейчас потрясу. Да, звук мы тоже непосредственно пишем на камеру. А сейчас пишем непосредственно на фронтальную камеру. В Full HD качестве. Вот Redmi Note 7 немножко тоже потрясаем. Проверяем стабилизацию. Звук тоже пишем непосредственно на камеру. У Asus изначально, по сути, была стабилизация во фронталке. И здесь плюс достается и Asus Zenfone Max Pro M2 и Redmi Note 7. Потому что та и та фронтальная камера, в принципе, достойная. Эргономика в наше время это очень важно. Потому что мы пользуемся вещами. Насколько ими удобнее пользоваться. Настолько нам и приятны те самые вещи. Как лежит в руке Asus Zenfone Max Pro M2 и Redmi Note 7. Знаете, используя две эти трубки, я понял, что они приблизительно одинаковые. То есть ощущения в руке плюс-минус одинаковые. У Asus более закругленные края, это тоже приятно. У Redmi более квадратные края. Если сравнивать их с другими телефонами, то они не такие эргономичные. Не так они хорошо лежат в руке. Поэтому в плане эргономики здесь плюс не достается ни Asus, ни Redmi. Последний показатель, друзья, 14-й. Это цена. Наверное, один из самых основных показателей, на который ориентируются люди. Потому что сколько у тебя есть средств, столько ты готов выложить. В кредит, друзья, никогда не поощряю вас брать телефоны. Потому что в цене они резко падают. И вы всегда в этом отношении проигрываете. Итак, Asus Info Max Pro M2. Официальная цена. Версия 4.64, 18 тысяч рублей. Redmi Note 7. Официальная цена. Версия 4.64, 16 тысяч рублей. На Ali можно взять его за 12 тысяч рублей. Или приблизительно около 200 долларов. То есть в ценовом сегменте Redmi Note 7 тоже здесь выигрывает. Итак, друзья, за время записи этого видео вышло то время, которое было отведено двум этим смартфонам. По истечении 40 минут давайте проверим. Asus Info Max Pro M2 был заряжен на 100%. За 45 минут он сел на 11%. То есть у него осталось 89% аккумулятора. У Redmi Note 7 за то же время другие показатели он сел на 13%. То есть у него осталось 87%. И понятно, что здесь плюс остается Asus. Потому что в процентном соотношении дальше ситуация будет точно такая же. Потому что у Asus батареи 5000 мАч. У Redmi Note 7 4000 мАч. У Asus тоже, друзья, прилетает постоянное обновление. Мне это очень нравится. То есть компания Asus сделала ставку на M2, на M1. Прилетает постоянное обновление. Очень приятно, что они заботятся об этом телефоне. Телефон не скучный, интересный, как вы могли обратить внимание. Но давайте в конце почитаем итоги. У Asus Zenfone Max Pro M2 8 плюсов в разных категориях. У Redmi Note 7 11 плюсов в разных категориях. Да, в этой нелегкой битве Redmi Note 7 устоял и на 3 балла обошел Asus Zenfone Max Pro M2. Пиши обязательно, что ты думаешь по поводу двух этих телефонов. Что бы ты взял, Asus Zenfone Max Pro M2 или Redmi Note 7? Вот такое великолепное сравнение двух этих телефонов, друзья. С вами был я, Эдскрайбер. Всем хорошего настроения, всем позитива и добра. Всем пока-пока.